Здравствуйте, коллеги. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно и видно, и если все в порядке, то мы начнем. Да, отлично. Спасибо вам большое, что сегодня, в этот как бы выходной день, в это непростое время, когда у каждого из нас есть множество рабочих задач, вы пришли послушать о нашем проекте и в тот момент, когда мы все резко оказались онлайн, без подготовки, без предупреждения, и, наверное, новый канал информации и новые возможности для поиска информации, я надеюсь, что для многих из вас окажется полезным. Наш проект называется «Национальный агрегатор открытых репозиториев», его поддерживает некоммерческое партнерство Национально-электронно-информационный консорциум при поддержке фонда президентских грантов, и сегодня мы с вами поговорим о том, как можно присоединиться к нашему проекту, поговорим об открытых репозиториях и о том, как каждый из нас может преимущество этих открытых репозиториев использовать. Открытые репозитории — это цифровая платформа, которая предоставляет бесплатный доступ к актуальным исследованиям для того, чтобы трудоведущих ученых приносили максимальную пользу науке, производству, и обществу в целом. Открытые репозитории являются неотъемлемой частью процесса научной коммуникации. Это та система, в которой научное знание создается, оценивается, распространяется в научном сообществе и сохраняется для последующего использования. За создание, производство научного знания отвечают отдельные ученые и научные коллективы. За оценку в общем виде редакционной коллегии научных журналов — это организация того самого процесса рецензирования, с которым наверняка многие из вас сталкивались. За распространение научного знания пока в большей степени по-прежнему отвечают издатели научных журналов, несмотря на то, что уже появляются альтернативные платформы, которые предполагают уход от традиционной издательской деятельности. Оно за сохранение данных отвечают владельцы репозиториев. И основное отличие открытых репозиториев от всех остальных, просто от тех хранилищ, в которых что-то собрано, но это закрыто для ряда пользователей, это то, что с помощью открытых репозиториев мы ускоряем процесс обмена знаниями и даем доступ к нему без технических, финансовых и правовых барьеров, если, конечно, все работает правильно. Количество репозиториев в мире постоянно увеличивается, сейчас их насчитывается около 5500 по данным OpenDoor. OpenDoor — это открытая директория открытых репозиториев, которая собирает данные о репозиториях в разных странах мира. Больше 1500 репозиторий сосредоточены сейчас в Европе, и вот можно видеть, что в 2019-2020 году количество репозиториев продолжает расти, а на них они становятся все более востребованными. На этом слайде видно, если присмотреться, когда вы скачаете полную версию презентации, там будет видно чуть получше, можно видеть, что в тройке лидеров у нас США, Япония и Великобритания, Россия пятая снизу и является одной из самых нерепозиторий обеспеченных стран. Наш проект как раз работает, в том числе и для того, чтобы эту ситуацию изменить к лучшему. Выделяют несколько типов репозиториев, и каждый из них играет важную роль в процессе обмена информацией. Это предметные репозитории, репозитории данных, институциональные репозитории, которые я забыла указать на этом слайде, но потом обязательно про них скажу, национальные репозитории и международные репозитории. Предметные репозитории содержат документы, посвященные одной дисциплине или одному направлению какой-то области науки. В качестве примера можно привести Social Science Research Network, это проект, теперь уже EDVIR, несколько лет назад EDVIR купил эту систему, это репозитории по социальным наукам, REPEC, это репозитории по экономическим наукам, и мой самый любимый пример, мой самый любимый репозиторий, это мировая база данных, материалов, посвященных изучению счастья. Если у вас будет какое-то время, то очень рекомендую зайти и просто посмотреть, какие материалы там опубликованы, действительно очень интересно. Особенность предметных репозиторий заключается в том, что они растут и поддерживаются в основном за счет усилий самого сообщества, самого научного сообщества. Например, если я социолог, я регулярно читаю статьи по своей теме, провожу исследования, то я знаю, что для того, чтобы получить максимально оперативно всю необходимую информацию по какому-то узкому направлению в моей деятельности, я должна пойти не в Google Scholar и искать огромное количество нерелевантных материалов, а я могу пойти в предметный репозиторий свой и очень быстро найти там все, что мне нужно. При этом я даю себе отчет в том, что после того, как мои материалы будут опубликованы, в случае, если издатель позволяет мне такую возможность, я должна также поделиться своей работой с научным сообществом и загрузить ее в этот же предметный репозиторий. Естественно, репозитории такие финансируются достаточно крупными организациями, их вряд ли можно назвать какими-то инициативными проектами, но процесс наполнения и поддержки актуальности загружения данных, он в целом ложится на плечи самих пользователей репозитория. Репозитории данных — это еще один тип репозитория. Они очень активно стали развиваться в последние несколько лет, и в отличие от предметных репозиториев, которые содержат в основном информацию в текстовом виде, репозитории данных, как следует из названия, сохраняют в основном различные данные. Они могут быть в виде таблиц, графиков, рисунков. Это могут быть огромные совершенно объемы информации. Например, могут быть сохранены данные о движении планет, данные об изменении климата, данные какого-то кода, части программного обеспечения тоже могут быть сохранены. В таких репозиториях в качестве примера наиболее известный — это фикшер на индикаторе. Не так давно было интервью с основателем этого репозитория, очень интересная. Очень рекомендую посмотреть Дриадзе, Нодзе. И в качестве примера по специализированному репозиторию данных — это репозитория, посвященная окружающей среде. Репозитории данных становятся важны, потому что процесс обмена информацией тоже постоянно ускоряется. Естественно, финансирующие организации не хотят тратить повторные деньги и время на получение этих данных, которые можно использовать еще несколько раз. Сейчас, скажем, ученый собрал пакет данных, проанализировал их, написал статью, поделился с научным сообществом интерпретацией этих данных. Статья опубликована, интерпретация данных всем доступна, но исходник в лучшем случае раньше можно было получить только у автора по электронной почте. Теперь, если пакет исходных данных сохранен в специализированном репозитории, то любой человек, который захочет использовать, возможно, другую методику проведения исследования или как-то по-другому интерпретировать эти данные, он может не собирать их заново, а использовать тот материал, который уже был собран кем-то еще. Институциональные репозитории — это тот тип репозиторий, который в нашем проекте занимает ведущую роль. Мы в основном ориентированы на институциональные репозитории, и все наши методические мероприятия, разработки и все, что мы делаем, как раз делается это все для повышения качества работы в репозитории организации. То есть, по сути, институциональные репозитории — это цифровой научный архив, который состоит из доступных коллекций научных работ, представляющих интеллектуальный капитал учреждения. И некоторые исследователи, которые занимаются этой темой, они высказывают мнение, что наличие собственного репозитория в текущих условиях и при развитии онлайн-образования — это одно из неотъемлемых условий существования научной организации в принципе. По данным регистра репозиторий, открытого доступа около 3,5 тысячи репозиторий насчитываются в мире. 66 из них в России — это, конечно, уже очень мало, тем более, что ROL продолжает учитывать в статистике те репозиторий, которые либо совсем они прекратили деятельность, либо прекратили обновляться, но архив поддерживается, поэтому на самом деле мы проверяли, и в России их, может быть, чуть больше 40. В качестве примера можно обратиться к списку репозиториев на сайте нашего проекта. У нас для каждого есть профиль. 22 репозитория сейчас подключены к нашей платформе. И в качестве такого международного примера и в чем-то даже эталонного я бы хотела привести репозиторий Городского университета, который пользуется просто бешеной популярностью не только среди ученых самого Горварда, но и ученых во всем мире, и даже просто обычных людей, которые хотят что-то узнать более подробно по определенной теме. У него очень хорошая посещаемость. Количество институциональных репозиториев, оно начало расти где-то в начале нулевых. С 2002 года стали появляться исследования, посвященные репозиториям. Появилось специализированное программное обеспечение, с помощью которого можно быстро и правильно, и качественно разворачивать репозитории в Европе, и не только в Европе появлялись проекты, направленные как раз на развитие сети институциональных репозиториев в разных странах мира, и возникла необходимость в объединении тех массивов данных, которые уже были собраны в рамках 1, 2, 5 и 20 организаций. Каким-то образом их нужно было объединять для того, чтобы улучшить процесс поиска и упростить задачу поиска информации для пользователя. Благодаря этой потребности возникли так называемые национальные репозитории, чаще их называют агрегатором, и наша НОРа, национальный агрегатор открытых репозиториев, она вот как раз именно к этому типу репозиториев относится. То есть это информационная система, платформа, на которой объединены отдельно стоящие репозитории. Она снабжена возможностью поиска, возможностью утратить информацию и, помимо всего прочего, выполняет функцию резервного копирования документов на тот случай, если у репозитория донора возникнут какие-то проблемы и на свою информацию он не сможет сохранить. Я говорила о том, что в Европе реализовывались несколько проектов, как раз направленные на объединение репозиториев. Один из них, наверное, наиболее известный, это драйвер. Благодаря ему в Европе появился международный агрегатор, чуть позже о нем расскажу, это OpenEar, который использовал все наработки и программное обеспечение, которое было создано в рамках этого проекта. И в результате деятельности по этому проекту образовалась конфедерация открытых репозиториев, Куар. На сегодняшний день это самая известная и авторитетная организация, которая объединяет владельцев репозиториев, регулярно проводит исследования, выпускает методический материал, проводит конференции. Наикон тоже является участником этой организации. Проект наш был представлен в прошлом году, если не ошибаюсь, на конференции Куар. Должен был быть представлен в этом году, но, к сожалению, в связи с коронавирусом рассказ об очередном этапе нашего проекта пришлось пока отложить. Международные агрегаторы, по сути, это агрегаторы агрегаторов, они уже объединяют массивы информации на более высоком уровне и таким образом дают возможность человеку буквально из любой страны мира, вне зависимости от того, на каком языке он говорит, он говорит, проводит поиск по всем ресурсам, которые они собирают и поддерживают. То есть для того, чтобы получить доступ к работе, скажем, японского ученого, вам не нужно искать японские национальные репозитории, вы можете просто искать статьи по своей теме, например, от фильтровых, по стране в определенном вот этом международном агрегаторе. Среди не более известных это Base, WorldCat, OpenAir, Core. Со всеми из них Нора умеет работать, то есть программное обеспечение нашей Нора и программное обеспечение этих международных агрегаторов, они прекрасно понимают друг друга и все данные, которые попадают в Нора из-за настоящих репозиторий, они автоматически попадают и в эти системы. И теперь, когда мы уже получили представление о том, что такое репозитории, какими они бывают, чуть подробнее поговорим про наш проект. Он начался в декабре 2017 года при поддержке фонда президентских грантов. за первый год работы мы создали платформу Агрегаторов, объединили 12 репозиторий в российских университетах и вообще проект изначально был ориентирован на вузовские репозитории, потому что очень многие вузы ведут активную исследовательскую деятельность, у очень многих вузов есть наработки, связанные онлайн-курсы, методические рекомендации, различные учебные программы и всю эту информацию очень хотелось показать другим университетам, другим организациям для того, чтобы все эти наработки не хранились только в рамках какой-то одной организации, а были доступны и для того, чтобы была возможность этой информации обмениваться, как-то информацию о ней продвигать. В 2019 году мы получили второй грант на развитие в том числе и платформы нашего агрегатора openrepository.ru развиваем мы теперь агрегаторы в рамках проекта «Открытая наука России». У него охват проблем, скажем так, чуть шире, чем у предыдущего проекта, но основа это по-прежнему работа с репозиториями и возможности для участников возможности обучения и создания новых репозиторий. Задача проекта следующая. Создание новых и модернизация существующих российских репозиторий, открытого доступа, расширение функциональных возможностей сервисов платформы openrepository.ru, пополнение ресурсов проекта за счет применения инновационных средств пора информации, интеграция ресурсов российских репозиториев открытого доступа в мировое пространство, а также расширение аудитории проекта, повышение информационной правовой грамотности потребителей и создателей научной информации. Когда мы рассказываем коллегам на наших семинарах, вебинарах приличной встречи о возможности создания репозитория, то довольно часто нам задают вопрос, зачем нам нужен открытый репозиторий, если у нас уже есть электронная библиотека, в которой мы храним методанные работы всех наших сотрудников, если у нас есть самописный архив, куда мы все складываем и даже благодаря этому архиву мы умеем автоматически начислять надбавки за опубликованные статьи в топовых журналах и зачем нам репозиторий, если все самое важное мы и так уже публикуем в журналах открытого доступа, но все остальное не стоит того, чтобы тратить время и деньги на создание каких-то дополнительных систем. На самом деле, как я уже говорила в начале, репозиторий считают одной из важнейших информационных систем ВУЗа, потому что это возможность в одном месте собирать результаты деятельности сотрудников университета и научной организации и продвигать их сразу, продвигать их одновременно, потому что только специализированные системы либо очень-очень хорошие честно продуманные самописные системы умеют обмениваться данными другими системами и таким образом обеспечивать присутствие информации о ваших работах на разных ресурсах и давать доступ к ним абсолютно разным пользователям. иногда вы даже не можете предположить кого и где может заинтересовать ваше исследование. Естественно, наличие правильного программного обеспечения это не единственное условие создания работающего репозитория и репозитория работает правильно только в том случае, когда абсолютно все участники процесса и преподаватели и аспиранты и студенты и администраторы и внешние пользователи знают о том, что репозиторий существует, какие работы и в какой момент времени они должны его загрузить, в чем заключается польза от загрузки работ именно в этот репозиторий, каким образом можно моделировать сотрудников, выполнять пусть не сложную, но регулярную работу по загрузке материалов и как можно использовать загруженные данные для того, чтобы не заставлять людей, например, несколько раз заполнять форму для отчетов, а просто брать данные о публикациях из репозитория. И, естественно, репозиторий не будет работать, если основная его целевая аудитория, авторы, сотрудники организации, если они будут его игнорировать. Проблема нежелания людей работать с новыми системами, она актуальна, естественно, не только для нашей страны, не только для тех наших организаций, которые сейчас задумались о создании своих репозиторий. Эта проблема постоянно появляется публикацию на тему мотивации сотрудников организации и в том числе изучались причины, по которым люди не хотят загружать свои работы в репозиторий. Первая причина автора в целом не склонны к архивированию работ, если этот процесс не является обязательным. То есть, скорее всего, если не будет какого-то распоряжения свыше, рассчитывать на то, что система как-то сама организуется и все будут очень ответственны, вероятно, не стоит. Вторая причина это то, что авторы опасаются размещать свои материалы в открытом доступе, потому что работу немедленно украдут, ее используют совсем не так, как автор хотел бы и появится вокруг этой работы множество недобросовестных людей, каждый из которых немедленно нанесет вред репутации автора. Этот страх, он на самом деле достаточно распространенный и распространенный даже не столько, даже не применительно именно к открытым репозиториям, а к размещению работ в открытом доступе в целом. Хотя на самом деле открытый доступ он скорее защищает ваш интеллектуальный труд от каких-то неправомерных действий, потому что размещая работу онлайн открыто в правильном и соответствующем месте в том же репозитории, вы как минимум фиксируете дату и время загрузки и при необходимости сможете показать, что именно вы были первым, кто эту работу опубликовал или разместил. Некоторых авторов страшит невозможность внесения изменений либо удаления работы при необходимости, то есть это те вещи, которые тоже нужны, та информация, которую нужно до сведения авторов обязательно доводить. Кто-то считает, что размещение работы в институциональном репозитории это непрестижно, это плохо, гораздо лучше разместить ее в предметном репозитории только там, но на самом деле размещение одной и той же работы в нескольких репозиториях это совсем не то же самое, что в публикации одной и той же работы в нескольких журналах. Множественная публикация в журналах это плохо, Это нарушение публикационной этики. Но если у вас есть ваша опубликованная статья, если вы знаете, что издатель не против того, чтобы полный текст был размещен в открытом доступе, вы можете размещать эту работу во всех возможных для вас хранилищах. И предметные институциональные репозитории, в размещении в них, они совсем не противоречат друг другу. Отдельный вопрос может вызвать публикация в репозитории припринта. Например, если автор опасается, что он сначала разместит припринт в институциональной репозитории, а потом отправит статью в журнал, а журнал эту статью к публикации не примет, потому что не поддерживает работу с припринтами. Такая ситуация на самом деле возможна далеко. Не все журналы сейчас поддерживают публикацию припринта, но можно просто более тщательно изучать политику журналов, прежде чем направлять в него статью и уже в зависимости от этого принимать решение о размещении припринта в репозитории. И последняя проблема в списке, но далеко не последняя по значимости, это то, что автор просто не в курсе о том, что репозитория в организации существует. То есть они в целом, наверное, не слышали о том, что такое репозитория, они были бы рады как-то поучаствовать в его работе, но информация по какой-то причине до них не доходит. Для того, чтобы помочь и людям, которые будут заниматься репозиторием и тем людям, которые будут непосредственно загружать в него работы, прежде чем система уже перейдет в боевой режим, необходимо разработать политику репозитория, подумать о том, как можно упростить процесс загрузки данных в репозитории и постараться донести до всех участников мысль о том, что репозиторий дает больше возможностей для распространения информации по сравнению с традиционными каналами. Традиционным каналом распространения информации мы считаем публикацию в журнале. Это очень хорошо, если ученые регулярно публикуются, публикуются в индексируемых журналах, информация об исследовании попадает в различные международные системы. Но если мы представим ситуацию, что помимо статей ученые выпускают также монографии, которые далеко не всегда индексируются в тех же международных наукометрических базах данных, если представить, что он регулярно работает над методическими рекомендациями, может быть, он пишет учебные планы, возможно, у него есть какие-то промежуточные результаты, промежуточные наборы данных, которые тоже, по идее, должны быть обнародованы и распространены максимально широко, но просто в силу того, что нет системы, которая могла бы помочь в этом. Эти данные оседают где-то либо в закрытом архиве университета, либо в фейсбуке у автора, либо они как-то распространяют свой электронный почт, естественно, не так широко, как мы либо. И, опять же, процесс разработки политики репозитория, то есть описание всех этапов работы, правил поведения всех участников, это сложный процесс, и, конечно, далеко не все владецы репозиториев в России и в мире следует этим рекомендациям, и по данным OpenDoor только треть репозиториев открытого доступа имеет информацию о том, как можно загрузить документы в реквизитории, на каких условиях можно использовать, на каких условиях загруженные данные могут использоваться, как обеспечивается долговременное хранение, и почему люди должны быть уверены в том, что репозитория или информация, которую они загрузили, не в течение через год или два. Поэтому специалисты в области открытого доступа начали работать над тем, чтобы помочь коллегам запускать в реквизиторию максимально быстро и учитывать все возможные нюансы. Это руководство полезной практики университетов по использованию политик открытого доступа разработали сотрудники Гарварда, Питер Саббард и Стюарт Шибер. Питер Саббард – это один из наиболее влиятельных, заметных специалистов в области именно открытого доступа. Он является одним из идеологов этого движения, участвовал в подготовке и подписании самых первых деклараций открытого доступа. У него есть книга, которая называется Open Access, и в ней очень детально, подробно описаны все необходимые для понимания открытого доступа понятия и механизмы. Тоже очень рекомендую вам эту книгу прочитать, если эта тема вам интересна. Руководство на английском языке находится, естественно, в открытом доступе, регулярно дополняется и создано было на основе опыта Гарвардского университета, Стэнфорда, PMIT и еще около 40 американских университетов. То есть это то руководство, которое написано на основе реально существующих кейсов. В этом руководстве описаны несколько вариантов политик от самых мягких до, от самой мягкой до самой жесткой. Естественно, может быть сложно просто взять и скопировать какой-то один вариант, но, по крайней мере, можно посмотреть, насколько те положения, которые изложены в этом руководстве, соотносятся с правилами работы конкретно вашей организации. И уже хотя бы на основании каких-то схожих моментов, возможно, будет проще двигаться дальше. Наиболее предпочтительный считается вариант, при котором авторы сохраняют право на статью и при этом обязаны предоставить копии статей для распространения в открытом доступе. Таким образом, организация позволяет автору получить максимальный охват для его работы. Специалисты из других организаций могут тоже получить доступ к этой работе. И при этом нет необходимости в каждом конкретном случае спрашивать издателя о том, можно ли разместить полный текст статьи, потому что в репозиторию должны попадать сведения о публикации и полный текст только в случае, если издатель разрешает использовать какую-то версию, например, предфинальную версию, и затем уже по истечении периода эмбарго добавляется полный текст. В репозитории может загружаться абсолютно все по умолчанию. Это научные статьи и тезисы докладов. Размещается обязательно окончательная версия статьи. Каждый размещенный материал должен иметь ссылку на опубликованную издательскую версию. В случае, если такая версия существует, если у журнала существует эмбарго и полный текст сразу разместить нельзя, то это не должно удерживать размещение метаданных, потому что размещение, даже размещение метаданных уже повышает внимание к статье. И, возможно, кто-то запомнит, что полный текст статьи должен появиться и через некоторое время снова вернется к ней. И, естественно, стоит быть очень осторожным в случае, если речь идет о размещении в открытом доступе тех материалов, которые предполагают получение какой-то финансовой выгоды для автора. То есть, если автор написал учебник и получает роялти с продаж, то очевидно, что не стоит оставлять автора размещать такой материал в открытом доступе, потому что ничего, кроме сопротивления, в ответ вы не получите. Наиболее оптимальным вариантом считается размещение метаданных работ сразу же, как только статья принята к публикации. Это сделано для того, чтобы не заставлять автора спустя несколько месяцев возвращаться уже к пройденному этапу. Поэтому, как только получили радостную новость из журнала о том, что статья принята, можно уже метаданную в репозиторию передавать. В случае, если статья написана в соавторстве, то в идеальной картине мира она должна быть размещена в репозитории организации всех соавторов и также в предметном репозитории. И, повторюсь, размещение в предметном репозитории не исключает размещение институциональным, а наоборот. Отдельно, обязательно и достаточно подробно нужно представлять, на каких условиях материалы в репозитории могут заменяться, если нужно, например, заменить одну версию статьи на другую, если была обнаружена ошибка, и при каких условиях статьи из репозитории должны удаляться. Но в общем виде, если уступает мотивированный запрос на удаление статьи либо от издателя, либо от самого автора, то есть этот процесс тоже необходимо продумать. И, естественно, если бы репозитории радостно пополнялись материалами, и запускались, работали, и индексировались только потому, что владельцы этого репозитория продумали абсолютно все этапы работы с ним, наверняка репозиторий в России было бы сильно больше, и все бы было хорошо. Но, действительно, запуск репозиторий оставляет очень сложный этап, и для того, чтобы помочь авторам адаптироваться к наличию репозитория и хотя бы на каком-то массиве данных понять, как все точно будет работать, можно первоначально осуществить загрузку информации о публикациях сотрудников из Ринскопа Слова в Сайенс, в случае, конечно, если у вас есть подписка на эти ресурсы и необходимые разрешения на выгрузку данных. Также существуют варианты, когда организация обеспечивает возможность загрузки данных не руками авторов отдельно, а руками специальных сотрудников, которые получают из разных источников информации данные о публикации авторов организации и загружают данные в репозиторию. И уже после того, как первоначальный пакет данных сформирован, можно просить авторов подгрузить полные тексты работ и таким образом сформировать хотя бы начальные коллекции. Это то, что касается создания репозиторий. Для тех организаций, у которых уже есть репозитории, которые работают, наш проект тоже может быть полезен, потому что мы регулярно выпускаем методические рекомендации для разных совершенно целевых аудиторий. Самые первые методические материалы Андрея Витальевича Михеенков их подготовил. Это доктор физико-математических наук. Как вы знаете, у физиков основной канал информации о новых публикациях, новых исследованиях. Это Archive Work. Это репозиторий, репозиторий припинтов, которые в основном собирают информацию о публикации, именно в физических науках. Поэтому Андрей Витальевич описал все преимущества репозиториев, правила работы с ними, и также в этих методических рекомендациях рассказано о том, как можно передавать информацию о репозитории, например, студентам или аспирантам, когда вы в целом рассказываете им о том, где информацию можно искать, как ее можно использовать. То есть вот эта методичка как раз для этого. Методические рекомендации по разработке репозиториев мы делали на основе методических рекомендаций QR. Здесь есть информация о репозиториях нового поколения, о том, какими техническими свойствами они должны обладать, какие существуют варианты пользовательских историй. и как работа с такими репозиториями должна строиться. Если вы задумываетесь о том, как размещать свои работы в открытом доступе или как использовать те работы, которые уже размещены в открытом доступе, то очень рекомендую прочитать самими, поделиться со своими студентами и аспирантами материалами по распространению, лицензированию и использованию материалов открытого доступа. Эти методические рекомендации готовили, наверное, сейчас и будущие специалисты в России, которые открытым доступом занимаются, это Иван Засовский и Наталья Трещенко. И завтра Татьяна Телегина анонсировала вебинар нашей коллеги из МАИКОН, эксперт МАИКОН Натальи Николаевны Митриновой по посвященной методам репозитория. Вот, можно посмотреть ее методические рекомендации, недавно совсем мы их подготовили в открытый доступ, перенестили. Помимо методических рекомендаций, мы в рамках двух наших проектов проводили регулярно семинары, на которых рассказывали не только о создании новых репозиторий, и не только рассказывали о проекте, но и об открытом доступе в целом. К сожалению, коронавирус несколько спутал наши планы на 2020 год. Мы должны были быть в Новосибирске, в Петербурге, в Крыму, в Москве, или, наверное, где-то еще. Но пока мы делимся записями всех наших семинаров и приглашаем вас на сайте проекта. Эту информацию посмотреть, может быть, что-то помимо репозитория, те, кто касающиеся открытого доступа вас заинтересует. И теперь подведем краткий итог, просто для того, чтобы уже в сухом остатке было понятно, что такое репозиторий, чем он полезен, и почему стоит задуматься о том, чтобы у себя в организации такой репозиторий создать. Репозиторий — это единая точка доступа к результатам исследований, проведенных сотрудниками организации, статьям, книжам, монографиям, наборам данных, видео, методическим, учебным материалам, чему угодно. Это дополнительная площадка для размещения ресурсов в организации, это дополнительный канал для распространения информации об организации, потому что репозитории индексируются, соответственно, индексируются разными системами, соответственно, данные о публикациях ваших сотрудников, но доступны максимально широкая репозитория. Репозиторий позволяет контролировать поток работ, оценивать востребованность в размещенных ресурсах на основе статистики посещаемости и загрузок, помогает повысить видимость работ и, следовательно, цитированность, дополнить данные отчетов. Это как раз о том, что я говорила, что данные могут собираться в одном месте и уже потом использоваться для создания различных отчетов. пользователи могут подписываться на обновления коллекций. Вы можете создавать специальные коллекции для того, чтобы продвинуть материалы по определенной теме или для того, чтобы облегчить доступ к ним. Если репозиторий строится на типичном или репозиторий программного обеспечения, например, наша нора построена на дисплейс, большинство репозиториев наших участников также построены на дисплейсе, поэтому очень просто организовать их взаимодействие друг с другом. Соответственно, в том случае, если уже все процессы настроены правильно, то гораздо удобнее с помощью репозиторий анализировать информацию о различных работах. На этом слайде я привела несколько ссылок на статьи и материалы, которые использовала для подготовки информации для вас, если какие-то отдельные металии вас заинтересовали, то можно более подробную информацию в этих источниках получить. На этом, наверное, все. На самом первом слайде есть адрес нашего проекта nora-sobakanaycon.ru, если у вас возникнут вопросы относительно открытых репозиториев, относительно нашего проекта. Кстати, если у вас есть репозиторий, и вы пока не с нами, вы можете тоже отправить мне информацию о репозитории, и я пришлю ссылку на технический регламент подключения к репозиторию и ссылку на партнерское соглашение. В целом, мы рассматриваем для подключения все репозитории, только очень важно, чтобы у них была техническая возможность обмениваться данными с нашей норой. Спасибо большое за внимание. Я видела вопросы. Сейчас постараюсь вернуться к ним. Если можно, продублируйте их, пожалуйста, во вкладку «Вопросы», потому что сообщений много. Я боюсь что-то пропустить. Андрей Анатольевич пишет, что фикшер бесплатно дает до и номер любой вашей загрузки. Да, это правда, если вы загружаете какой-то массив данных, иллюстрации, что-то еще, то фикшер дает бесплатный дои от дата-сайта, если я не ошибаюсь. Так, приходилось ли нам работать с открытыми данными России, имеет ли они какое-то отношение к открытым репозиториям? Ну, технически, да, я думаю, что если речь идет о проектах вроде открытого государства, которые реализует инфокультура, то сейчас, например, в Министерстве финансов счетная палата публикует отчеты не только в человеко-читаемом виде, но и в машине-читаемом виде, то есть журналисты, ученые, они могут скачать этот отчет, обработать его в соответствии с той целью, ради которой они за этим отчетом пришли, и могут уже на основе этих данных строить какие-то, делать какие-то материалы. И в амбиций в основном работать с открытыми государственными данными, это не совсем... Эти данные, они не являются частью проекта, но нашего проекта, но только потому, что мы ориентированы в основном на работу с научными данными, работать с государственными данными, это не совсем то. Но есть люди в России, которые занимаются именно государственными данными. Да, на сайте НОРа есть ссылка на техрегламент. Сейчас, одну секунду, я пришлю вам в нее. Я отправила в чат ссылку на страницу «Как подключиться». Там есть данные о техническом регламенте подключения и рыбопартнерского соглашения. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы? Если они есть, то у нас есть пять минут, чтобы мы могли их обсудить. Если вопросы появятся позже, нора-собака на икон.ру В принципе, вы можете задать любые вопросы на эту тему, которые вас волнуют и уже в зависимости от темы мы постараемся либо дать вам какую-то более подробную информацию, либо есть какие-то технические, если у вас есть репозитория, если есть какие-то технические проблемы или вопросы, то постараемся с помощью наших программистов ответить на них. Вопросов не появилось. Спасибо вам большое за внимание. Отключаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...